Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем жить и выживать в Project Zomboid. Я успешно после последней серии заночевал, немножко здесь разобрал мусор, выкидывал все это в помойку. Давайте с вами позавтракаем. У нас сегодня цель такая. В ближайшем магазине в продуктовом подсобке надо набрать как можно больше всяких продуктов до прилета вертолета. А вертолет, мне кажется, прилетит вот-вот уже либо в этой серии, либо в следующей. Ну, возможно, пока я буду где-нибудь ночевать, тоже может прилететь. В любом случае, нам надо с вами набирать вес, потому что мы весим 65 килограмм, это очень мало. Убили всего лишь 96 зомби, это совсем ничего. Но когда прилетит вертолет, если мы будем на базе, то они нас окружат и придется через сетку, в принципе, всех убивать. Я думаю, что это нормально будет, если мы их через сетку убьем, потому что тем самым вокруг вообще не останется никаких зомби. Можно спокойно будет рубить лес и заниматься стройкой. Так, ну а сегодня у нас уже сумка пустая. Сейчас мы отправимся в этот магаз с подсобкой. Здесь у нас есть охранничек, стоит, охраняет. Ну, трупы пока я еще ничего не сжигал, можно будет частично отнести их на помойку, либо сжечь. Но я думаю, что пару трупов мы закинем на помойку, поставим еще туда серебряных баков всяких, и будет весело. Так, погнали тогда к магазину. Так, эти нас, в принципе, не должны догнать, они потеряются, я думаю. Хотя могут и догнать, но ничего, их там две штуки, мы, если что, разберемся с ними. Здесь их вообще немножко. Да, надо не забывать в них заглядывать, потому что все-таки мне нужны часы. Так, окей, мы здесь. Идем сразу с вами к подсобке. Так, это туалет был. Ой, не туалет, это какой-то тоже складик. Иди сюда. Ага. Все. Отлично. Так, здесь у нас сразу пустой стеллаж стоит. Мы его потом вообще заберем к себе. Так, здесь у нас с вами свитер, но нам он не нужен, потому что у нас на дворе сейчас май. Мы начали же в мае играть, для тех, кто не знает. Так, кожаные перчатки. Кстати, вообще отлично. Теперь мы в перчах. Да, в перчах все нормально, они защиту хоть какую-то дают. Так, вот это дальняя полка. Что у нас здесь? Футболка. Ну ладно. Так, вот здесь вот еще дверь. Вот это, по-моему, туалет был. Да. У нас это пока не интересует. Нам нужно с вами еще не забывать, что мусорные пакеты надо брать для водосборников. Кухонный нож берем. Так, тесак для мяса. Нет, тесак мы не будем брать. Собачий корм берем. Будем максимально затариваться продуктами. Чтобы жить и не тужить, как говорится. Чайный пакетик. Нит. Так, давайте около кассы проверим полки. Кофе. Вообще супер. Будем кофе готовить. Так, сковорода, гриль. У нас там есть 4 миски, на самом деле сковородка. Это нам не надо. Банк овсянки берем. Сишки, естественно, берем. Потому что это такая для нашего персонажа жизненно важная позиция. В том плане, что мы за Курилу играем. И всю игру нам надо будет собирать сигареты. Хоть у нас есть большой запас сигарет. Но, тем не менее, много их не бывает. Сегодня опять хомяковская у нас серия с вами. Так, у меня голос немного просел. Может, немножко приболел, простыл. Но ничего, будем дальше продолжать пробовать играть. Ой, так, здесь у нас овсянка. Овсянка, овсянка. Ой, еще сишки. Хорошо. Двой ножниц. Блин, как много лута, на самом деле. Хотя, вроде, выставляли на очень мало лута. Либо я уже к этому привык. Потому что раньше я играл на обычных настройках. Но, тем не менее. Как есть. Так, чили. Все две разбираем рации. Морковку забираем. Так, что у нас тут? Холодильники еще, да? Йогурт, масло, сырок. Яйца вообще отлично. Можно будет хороший завтрак готовить. Так. Хорошо. Потом в холодильнике мы там разберемся. Еще морозилку притащим. И всякие консервы сделаем для консерв отдельные полочки. Так, ложка. Мы радио разобрали. У нас две батарейки, алюминий. Ну да, это будем уже складировать. Потом для крафта нам это пригодится. Здесь мы вроде все, да, с вами посмотрели. Точно все. Хотя вот так кажется, что на полках дофига всего, да? Подходишь здесь, ну, чайник. Сидит диск. Нам это не надо. Так, в тебе. Часов не было? Хорошо. Так, давайте свет включим. Чего глаза ломать? Пока электричество есть. Начнем с коробок. Отлично. Жаровни, блин, ты так весишь много. Слушайте, ну сижек здесь. Завались. Просто дофигища. Садовая вилка. Сколько ты весишь? Полкило берем. У нас есть, но про запас пусть будет. Нам там копать надо будет. Огороды, все это. И уж лучше маленькими вилками копать, чем большую лопату. Потому что, ну, большую лопату что с собой таскать? Разберем радио. Угу. Так. Идете сюда. Идете сюда. Скалка. Так, суп. Идешь. Кофе, дрожжи. Берем. Так, 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 так. Разбираем. Здесь еще и лопаты есть в полторах увесить. Но не надо нам лопату на самом деле. Батарейки идут в рюкзак. Так. Насколько один ящик картонный вмещает в себя? 32. Кстати, неплохо. Сейчас мы их тоже заберем. Так, это все фигня. Это мы посмотрели. Устроим склад. Из картонных коробок. Да, в принципе, здесь все уже понятно с этим делом. Так, давай коробочка, ты пустая. Идешь с нами. Давайте жаровню возьмем. Все равно сейчас уже загрузились. Как бы, ладно. Ножницы нафиг идете. Коробочку забираем. Так, есть. Еще пустые коробки. Так, лопата на землю. Идешь. Две пустые коробки. Это нужно для того, чтобы нам рассортировать потом всякие вещички. То есть, там, радиодетали и прочее. Почему картонные коробки, а не деревянные ящики? Ну, потому что они меньше весят, а в принципе, вмещают они в себя достаточно. По крайней мере, для начала. И тем самым мы сможем их расставить и потом уже по коробкам ориентироваться. Можно будет построить отдельное помещение для склада. И сделать там все в коробках. По-моему, будет прикольно. Так, мы взяли пять коробочек. Давайте их сюда перекинем. Хорошо. Так. У нас с вами перегруз уже пошел. Но это ничего страшного. Ладно, ножницы возьму, так и быть. Берем еще коробку. Так, голод у нас появился. Ой, не то очистил. Почему коробка-то не выбралась? Во. О, здесь серп лежал. Поднимаем. Отлично. Так, это нафиг. Хорошо. Пока эти коробки мы расставим там, где у нас две стояло. Так, это тоже пустая. Забираем. Забираем, да? Хорошо. У нас хороший с вами перегруз. 34 кг на плечах. И еще 21 килограмм в сумке. Наверное, даже это... Да, он даже бежать не сможет. Сейчас пешочком пройдемся до базы. Погнали. Так, перелезть мы с вами не сможем. Сумка. А, давайте попробуем. Знаете, что скину сейчас? Сумку с плеч. Блин, набрали, конечно, люто. Отлично. Так, сейчас все раскидаем быстренько и нормально все будет. Так, пока коробки мы здесь будем складировать. Будет нормально. Потом сделаем для них отдельный складик. Где-нибудь справа, наверное, от здания. Так, давай, коробка, вставай. У нас так эта просадка по легким пошла, блин. Неожиданно. Но ничего страшного. Сколько у нас ящиков? Уже 6, 7, 8. Да, еще в сумке там было. Так, хорошо. Прикольно, что они еще по-разному все выглядят. Так, давайте скинем. Да сразу, наверное, вот в этот ящик, в нижний. Так, нет. Вот в этот мы скинем. Всякие электрозапчасти, которые мы с радио сейчас разобрали. Вот так вот. Чего не выбрались-то? Давайте. Так. Лампочка. Алюминий. И будем знать в этом ящике, что уже есть как бы это. Мы не будем на него ставить. Окно не будем загораживать, а то совсем как-то будет это неприкольно. Так, давайте. Что, у меня тут с собой еще есть продукты. Сейчас тоже закинем в холодос. Потом все рассортируем. Главное пока немножко поскидывать все это. Так, вилочка тут. Да, продукты все у нас в этом остались. В рюкзаке. Сейчас вернемся за ним. Давай, шкаф. Принимай добро. Так. Вот так вот. Хорошо. Пойдемте за сумкой. Хотя нет. Давайте сначала посидим немножко. Сесть на землю. Отдыхать. На небольшой перемотке, потому что я переживаю за наших выживших. Чтобы они на перемотке не погибали. Ну, баг, видимо, такой. Не знаю. Пойдемте за сумкой. Что-то как-то на это. Осечки дает. Так. Повесим на спину. И ныряем обратно. Голод у нас появился. Побежали. Сейчас мы с вами ее положим. И возьмем просто себе пустую сумку. Похаваем и пойдем дальше смотреть. Надо до кафешки с пифа добраться. А потому что там может быть этот хвостатый чувак. Так. У нас здесь еще две коробки с вами. Давайте распечатаем и поставим. Ага. Так. И вот так. Хорошо. Так. Здесь у нас и батарейка, кстати, есть. Ну, ладно. Делаем проще. Я подхожу сюда. Мы эту сумку с вами скидываем так. Ааа. Так. Нет. И вот эту вот пустую повесим на спину. Хорошо. У нас тревога пошла. Надо сишку дернуть. Курим сишку. Кстати, нам столько много с собой. Не надо сигарет. Сейчас поскидываем их. Ага. И пять штук у нас как раз осталось. Так, давай холодильник. Покорми меня. Холодильник. Холодильник. О. Давайте арахисовое масло съедим. Мы должны набирать вес. Потому что стрелочка вверх. Гори 65 кг есть. Но... Но этого мало. Надо... Блин, есть всякую калорийную пищу. Вообще, чипсоны с этим вообще на ура справляются. Но... Да, у нас есть чипсы, кстати. Надо сейчас от пуза поесть. Так, все. Мы доелись от пуза. Но вторая стрелка не появилась. Это... Ну, не очень хорошо. Так, пьем. Наполняем бутылку. Все. У нас с вами... В принципе, здесь ничего лишнего уже нету с собой. Все, я скинул. Пойдем к этому кафешке сходим. Так, какие здесь хрипунки стоят. Так, народ. И мы около кафешки. Здесь пока тишина. Опять же, зомби нету. Хотя вот сидят здесь. Есть два. Так, вон там Спифыч есть на месте. Даже трое. Так, этих мы не приманили. Хорошо, смотрим. На наличие часов. Нету часов. Идем в кафе. Так, здесь у тебя... Тихо все, Спифыч. Хорошо. Ой, так. Пригласить в группу. Хорошо, что ты согласился. Отлично. Все, давай теперь здесь по-тихому посмотрим. Блин, как темно-то, а. Нас интересует на самом деле подсобоч. Подсобка с едой. Даже дверь не вижу. Так, здесь за окном стоит. Давай. Так, включим свет. Все. Здесь у нас все чисто. Смотрим. И набиваем сразу в рюкзак. Коробка банк. Кстати, для консервирования просто тема. Я их, помню, как-то долго очень искал. В своем одном из первых забегов. То есть, кучу всего вырастил. А вот банок найти я не мог. Ну, не смог. Нет, ну, вообще, потом смог, конечно. Но дело в том, что еще к ним крышки надо искать. Я не помню, есть ли в этой коробке крышки. Распечатывать мы их, конечно же, не будем. Потому что они начнут очень много весить. И будет такое себе, конечно, дело. Так, чипсы сразу съедаем. Уксус. Вот это тоже фишка для консервирования. Это очень хорошо, что мы сейчас все здесь обнаружили. Так, скалка, средства. Давайте средства возьмем. Мало весит. И если что, там, постираемся. А то уже ходим, как эти. Сами, как зомби. Так. Здесь у нас ничего нет. Холодильники. Мы сейчас также отправимся на базу обратно. Потому что я хочу Спифыча завести на базу. Чтобы он у нас уже там тусовался. Не хочу я с ним рисковать ходить. Персонаж прикольно выглядит. И будет атмосферно выглядеть у нас на базе. А так потом еще выживших пособираем, поищем. Сегодня такая у нас серия. Хомяковская, да. Я согласен. Так, чипсы, шоколад. Съедаем. Ну-ка. Хорошо. У нас две стрелки появилось. Это значит, сильный набор веса. Пошел это очень хорошо. Кстати, вот крышка есть очередная. Берем. Швабра 0,1 весит. Возьмем, потому что сможем очищать кровавые пятна на базе. Пустая банка. Ой, да здесь мы сейчас это прям наберем. Нужно будет только отбеливать или найти в каком-нибудь доме. И мы сможем там подраить палубу нашу. Хорошо. Все, мы здесь все посмотрели. Вроде бы, да. Здесь у нас полки с чем? Резинка. Вот, еще уксус есть. Вообще шикарно. Кафешка меня сегодня прям радует. Так, еще крышка для банки. Хорош. Так. Ну, что, идем обратно тогда. Взяли Спифыча. И заведем его сейчас на базу. Не понял. Давай, давай, аккуратно. Не теряй шапку. Нужен целый мне сегодня. Жилет бригадира. Так, ну мы комбез менять не будем. Пофигу. Погнали. Вывеску возьмем сейчас только. Не знаю зачем. Да, она так и осталась бесконечной. То есть, эту вывеску можно сколько хочешь снимать. То есть, мы сняли. Где она у нас? Вот она появилась. Вывеска весит 2 кг. Смотрите. Снимаем еще раз. И она остается. То есть, ее можно всегда приходить, набирать для декора сколько вам надо. Но не только в этом месте. Все вот эти надписи 4сойл, они бесконечные. Все, потопали. Так, поднимаем телек, потому что эти чувачки не могут перелазить через забор. Давай, Спифыч, забегай. Зашел? Хорошо. Ставим обратно телек. И он у нас остается в безопасности. Так. Кстати, я в дальнейшем думаю, что на этой тачке не ездить, а перекрыть все-таки здесь. Ну, оставить можно 1-2 телека и перекрыть вход. И чтобы самому не прыгать каждый раз, через машину проходить. Потому что, ну, машина тотальная. На ней, конечно, поначалу можно поездить. Но это только поначалу, потому что она может очень сильно подвести, когда у нас будет... Чего на самокате как будто катается? Приколист. Когда будет нормальная машина, мы на нормальной будем ездить, потому что, ну, встрять можно. Иди сюда. Сюда проходи. Будешь здесь стоять. Так. Использовать только ближнее на всякий случай тебе. Не надо нам здесь стрелять. Так. Даем тебе приказ. Вот у нас есть не двигаться, да? Защищать. Сказать, собирать, так лечить. Убить, баррикодировать. Стоять. То есть, не двигаться или стоять. В чем разница? На том же месте. А здесь что написано? А, защищать, так. А, не двигаться. А, ну, будет ничего не делать. То есть, ну, мы можем поставить защищать. Он будет здесь стоять. Если что, как бы это... Ну, мы его потом, на самом деле, подпряжем к огородным делам. Поэтому, как бы, это такое себе дело. Так, у нас тут 12, да? Хорошо. Выкладываем все. И это все потом рассортируется. Просто сейчас вот-вот должен прилететь вертолет. У нас дочь пошла. А мне нужно еще из города кое-что взять там. Пока темнота. Давайте сейчас еще захаваем. Продолжим набор веса. Что мы здесь взяли-то? Дайте что-нибудь. Так, перец, масло. Вот, чипсончики. Съедим чипсончик. 65 по-прежнему. Что-то не растет наш вес с вами. 109 зомби уже убили. Ну, это фигня. Так, вода у нас есть. Не просела бутылка? Нет, нормально. Пойдемте. Сейчас по городу полазим в баки. Посмотрим мусорные. Так, вот там, кстати, много таких друзей стояло. В кавычках. Они съели нашего негра. Они до сих пор его доедают. Не будем пока им мешать. Пускай стоят. Не помню, здесь где-то... Блин, сколько у вас здесь? По темноте-то не прикольно. Самому не видно нифига. Ага. Хорош. Ага, идут еще. Сюда идешь? Ага. Дайте уже часы, пожалуйста. Это все фигня. Вы мне часы дайте. Понятно. Так, вот два мака стоит. Нифига не вижу. Так, я что-то... Я зато слышу. Ага. Блин. Ой. С двух сторон. Окей. Поэтому я не люблю по темноте играть. Вон там еще подходят. С двухручником. Ну вот вы еще тут подкрались, подглядывайте, стоите. Ну что вы подглядываете, как эти? Нифига не видно. Мистер Залипушка. Доску давайте тоже возьмем. Пригодится. Так, баки есть. Пока что два, но мы потом еще наберем. Такие подкрадываются и подглядывают, блин. Ну что вы какие? Ух ты, нифига себе. Похож на нашего этого. Бывшего товарища, но они не встают. Так, поставим сразу эти бачки. Да, ночь темная. О, просадочка пошла. Надо как-то сделать это по приколу. То есть, допустим, вот этот маленький мусор мы сейчас поднимем. И сюда же поставим бак. Так, вот так вот встаешь сюда бак. О, да мы можем, в принципе, и прямо на мусор ставить. А я не знал. Поставим пока вот так вот два бака. Будут похожи на переполненные бачки. Так, вот здесь вот мы вернем тогда этот мусор. И получается все по красоте. Потом еще можно поставить здесь. Ну, одну клетку пропустить, еще два поставить. И будет клево. И здесь уже потом сделаем таким забором вокруг. Как раз начнем, когда у нас... Ну, начнем именно с этого места. Потому что при плохом навыке строительства забор будет выглядеть немножко кривовато. И для помойки это будет самое то, на самом деле. И когда мы уже потом раскачаемся, начнем здесь вот заборчики делать. Кстати, с помощью лопат мы перетащим нормальное надгробие. Вот что придумал. С кладбища рядом. И поставим место дешманских крестов обычных. Нашим первопроходцам будем собирать хорошие памятники. Ну, я надеюсь, что получится так сделать. Так, у нас вывеска, кстати, фасоил еще с собой. Давай сюда идешь. Блин, ну... И сюда, и туда, как бы это... Подождите, не центруется. Да. Не получается это концентровать, как я хотел бы. Сюда мы тоже не можем ее поставить. Сюда можем. Но она за ящиками видно не будет. А здесь окно не дает поставить, да. Если мы его внутри захотим поставить, ну... Ну, давайте внутри пока повесим. Чего уж тут. Тем более у нас, по-моему, их две. Будет вот такой ковер у нас фасоил тут висеть. Можно одну здесь повесить тоже. Я боюсь, что, кстати, пропадет вот эта вот сушилка для рук или что это там, полотенца какие-то. Поэтому оставим. Пускай пока здесь за коробками висит, потом снимем. Хотя это не факт, на самом деле. Можно одну повесить, наверное, и потом с нее снимать. Ну... До бесконечности. То есть она, наверное, превращается в такую же неразрушаемую фиговинку. Можем, кстати, это проверить. Поднять. Так, а у нас только стул, да, он будет поднимать. Коробки мешают. Ну, ладно, в любом случае это не так уж и важно. Так, вот ты тут под дождем стоишь. Ну, ничего же страшного. Ты же не в обиде на меня. Все нормально. Что у нас здесь, кстати, по нашим этим посевам? Хорошо полита морковь. Ну... Да, ее, конечно, надо один раз поливать. Это всем известно уже. Но... Что есть, то есть. Значит, будет не очень хороший урожай, либо что-то еще. Ай, прохлада, сонливость. Так, давайте на этом серии мы остановим. Вертолет так засранится и не прилетел. В любом случае, я сейчас лягу здесь спать, и он может уже нагрянуть во время сна. Если следующая серия начнется и будет вокруг зомби много, это значит, что вертолет прилетал. Если не будет, значит, мы опять пойдем уже более туда углубимся за кафешку в городок и посмотрим выживших. Там у нас около строительного магазина в одной серии оторвалась от группы одна женщинка. И если она там жива, мы ее заберем. Но там где-то и ходил мародер. В общем-то, не хотелось бы мне в городе с перегрузом попасться на вертолет. То есть я бы хотел все-таки вертолет около базы встретить, чтобы здесь наоборот расчистить все после вертолета, когда скопление зомби будет. Чтобы в дальнейшем крафтом и строительством заниматься вообще без проблем. Ну, просто я люблю покрафтить. На самом деле, для меня крафт это такое некое творческое занятие. И можно сделать всякие красивые фигульки. Мы потом и стены покрасим, и перегородочки сделаем, склад построим. Ну, в общем-то, вы поняли уже, да? Давайте прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, шмякайте на колокольчик и всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok